Итак, у нас есть нормальный базис и мы можем выписать матрицу лямбда нулевое чтобы умножать элементы и можем проверять, потому что у нас есть таблица индекса мы можем сразу посмотреть, правильно ли мы давайте сначала выпишем матрицу лямбда ток очень в доске Продолжение следует... Это не лямбда нулевое, а лямбда матрица. Помните, как о вас представляется? Это альфа умножается на все сопряженные. Альфа умножается на все сопряженные. Альфа умножается на все сопряженные. Вот матрица лямбда. А теперь, пользуясь ею, мы можем составить матрицу лямбда нулевое. Из чего состоит матрица лямбда нулевое? Там из коэффициентов, которые находятся на нормальном базисе возле бета. Значит, вот каждый из этих элементов может быть представлен в нормальном базисе. И там есть младший коэффициент, который при альфа. Ну, в данном случае тут альфа. И вот из этих коэффициентов при альфа мы составляем матрицу лямбда нулевое. Нам надо матрицу лямбда разложить по степеням, по нормальному базису. То есть нам нужно представить матрицу лямбда в виде альфа на лямбда нулевое плюс альфа квадрат на лямбда 1 плюс альфа четвертый на лямбда 2 плюс альфа плюс ноль на лямбда 3. Вот. И вот эта матрица состоит из младших коэффициентов всех этих элементов, представленных в нормальном базисе. Это состоит из коэффициентов при альфа квадрат и так далее. Ну, мы знаем, что если лямбда нулевое, мы можем получить все вот эти остальные матрицы. Так вот, кто нам придет и выписать лямбда нулевое? Ну, уже были. Значит, кто ж тут у нас? Сычевы. Все-таки уже ваши ученики. Ну, идите, будем разбираться. Идите, разберемся. Там серьезно, там больше никто и не тюбалов. Уже некого вызывать просто. Вы из жук остались. Ты наступна. Да. Вы поняли смысл? Нет. Тогда сразу, как только непонятно, сразу спрашиваешь. Значит, вот матриц, ну, матриц лямбда. Каждый из этого элемента можно представить в нормальном базисе. Вот они у нас записаны. То есть каждый из них это какой-то коэффициент умноженный на альфа, плюс какой-то коэффициент умноженный на альфа квадрат и так далее. Так вот, из всех коэффициентов. Ну, как у нас матрицы складываются? Они складываются по компонентам. Вот. Значит, мы можем и разложить. А как выносится константа из матрицы? Выносится из каждого элемента. Значит, если каждый элемент разложить по нормальному базису, представить в виде суммы и вынести, скажем, из первых альфа, то получится реально нулевой и так далее. Лямбда нулевая состоит из коэффициентов, из младших коэффициентов, в представлении вот всех этих элементов матрицы лямбда. Значит, пишите лямбда нулевой. Итак, у нас в верхнем углу стоит что? Альфа квадрат. Альфа квадрат, какой имеет коэффициент при лямбда? При альфа. Ноль. Значит, там стоит ноль лямбда. Нет, ну у вас будет матрица. Значит, смотрите, альфа в кубе. Вон оно перед вами. Альфа в кубе. Альфа в кубе. Младший коэффициент. Ну, у нас слева коэффициент при альфа. Потом при альфа квадрат и так далее. Альфа почему не стала коэффициент? Значит, матрица лямбда нулевое состоит из младших коэффициентов всех этих элементов, представленных в нормальном базисе. Где у вас альфа в кубе в нормальном базисе. Вот, какой младший коэффициент? Нет, это скобочка. Слева младший коэффициент. В нормальном базисе у нас наоборот. Слева младший. Значит, младший коэффициент такой? Вот, единица. Так, так. Альфа в пятом. Единица. Альфа в пятом. Хорошо. А про столбик первый что можно сказать? Посмотрите на ту матрицу, на матрицу лямбда. Она симметрична. Относительно младший диагонал. Значит, первая строка. Вот так. Дальше. Что такое? Альфа в четвертом. Так, дальше. Хорошо. Все понимают. Кто не понимает? Кучерявый, вы понимаете? Смирный. Симметрична, относительно главный диагонал. Так, дальше. Так. 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 Нет, там должно быть. У всех так получилось. Станьте немножко в сторону. У всех так получилось, да. Спасибо, садитесь. А теперь скажите мне. Мы выписали матрицу лямбда нулевую. Вот матрица лямбда вот так раскладывается. Если каждый элемент матрицы лямбда разложить по нормальному базису, то это будет какой-то коэффициент умноженный на лямбда, на альфа, на альфа квадрат и так далее. Значит, мы матрицу можем разложить в сумму матриц. И вынести первые коэффициенты, это коэффициенты при альфа. А что мы выносим? Альфа умноженное на лямбда нулевое. И альбда нулевое из коэффициентов при альфа в разложении каждого из этих альфа. Вот у нас в углу стоит вверху альфа квадрата. В нормальном базисе у него коэффициент при альфа какой? При альфа? Да. Ноль. Значит, это ноль. Вот. Ага, хорошо. При альфа квадрата, смотрим, вон альфа квадрата в нормальном базисе. Младший коэффициент какой? Младший? Один. Один. Вот он у нас один. Ага. Там тоже единичка, альфа квадрата и тоже единичка. И так вот для каждого элемента. Вот. Берем коэффициенты при альфа в разложении по нормальному базису. Так. Дальше. Теперь давайте построим лямбда один. Идите, пожалуйста, жук. Это коэффициенты при чем? При альфа квадрата. При альфа квадрата. То есть второй слева коэффициент. А я вас внезапно строю теми следами, которые вы говорите. А сейчас мы проверим, что это то же самое. Именно так и делают. И даже не так. Сейчас мы поговорим. Альфа квадрата. А вы делайте и проверяйте. Сейчас мы тоже смотрим на коэффициент при альфа. Нет. Теперь при альфа квадрата. Это же следующая матрица. Вот. Лямбда один это коэффициент при альфа квадрата. Так. А теперь давайте вспомним, как из лямбда нулевого можно получить лямбда один. Вот так. Только не там, а вниз. Значит, смотрите. Главная диагональ уже не получается, потому что там было ноль, ноль, ноль и один. А здесь. Да, там у тебя последний лямбда. Внизу должен быть ноль. Давайте проверим, это так или нет. И метод там еще. А, конечно. Еще одна ошибка есть. Дай. Элемент. Элемент. Для ручца. 50. Да. 50. А теперь смотрим, получается ли лямбда один вот таким циклическим сдвигом вдоль главной диагонали. Главную диагональ, если циклический, сдвинуть вниз. Получится? Да. Теперь, вот треугольничек. Так мы там совсем треугольничек тоже. Мы там не треугольник сдвигаем, а сдвигаем вот этот самый верхний угол и вот этот диагональ. Ну смотрите, что мы сдвигаем. Мы сдвигаем вот этот, тут не очень так хорошо написано, вот этот треугольничек. Вот так. Вот. Но это мы не трогаем. Вот эти вот элементы мы циклический сдвигаем, да? Вниз. На самом деле там, на самом деле там не так вот сдвигается, а вот этот и вот этот, вот эти три. Но все равно, что эти, они симметричны просто все. Вот сдвигаем, значит что? Единичка пошла сюда. Вот эти две единички пошли сюда, а этот ноль пошел сюда. Видно? Здесь не очень хорошо матрица написана просто так. Это у нас средняя диагональка, она не входит. Входит вот это, вот это, вот это и вот этот элемент. Они циклический сдвигаются. Циклический сдвигаются всегда четыре элемента. Вот. Треугольничек. Значит две единички пошли вниз. Эта единичка сюда, этот ноль. Значит этот ноль сюда. И теперь, что делать с этой диагональкой? Тут два элемента. Она циклический сдвигается вот с этой. Или ее дважды сдвигаются. Значит, ну вот, вот так вот сдвигается. Вот в таком направлении. То есть не эта сдвигается, а вот эта. Да? Вот эта. Вот у нас один ноль и один ноль. Вот эти две диагональки, вот так вот сдвигаются. Если мы будем сдвигать, то что получится у нас? Здесь уже так. Вот эта единичка пойдет сюда, эта единичка пойдет сюда. Здесь вот две. Здесь что-то не так. Выходит? Выходит? Я уже заплуталась, потому что тут уже так намолела нашу. Потому что мы должны быть. Дальше раз. Смотрится на машину. И кто это у меня? Что тут за роман? Ноль, один, один, один. Да. Ноль, ноль. Здесь ноль был? Там ноль. Единечка. Один. Один. Еще раз. Дальше. Дальше. Один, ноль, ноль, один. И там у нас вот это. Вот. Значит, и вот эта диагональка, и вот эта диагональка цифрически избегаются. Смотрим. Значит, у нас единичка пошла сюда, эта единичка пошла сюда. Здесь у нас что-то не то. Что-то не то. Нолик должен пойти сюда. Он пошел. Это ведь... Так, извините. Я не могу писать, что-то честно. Подберите. Что-то я не могу понять. Сейчас посмотрим. А что вы имеете в виду, когда у тебя есть маленький диагональс? То есть мы прям в один ноль. С полу так их как-то перетаскиваем. Ну, вот мы как бы записываем это как вектор, ну, скажем, отсюда, и лево сбегаем на одну позицию. Вот ноль пошел сюда. Вот он действительно. Не выйдет симметрично, если... Ну, ноль иди сюда. Ця одиница иди сюда, а ця одиница иди сюда. То тут выходят две одиницы, а тут два нуля. А у нас нет. Ну, а ну, тогда, может, выходит, ця несимметричная відносность, а вона... Ну, они с ним просто меняются местами. Да, вот так. А если уже их тут три, то они нам когда-то сказали, что три, то они тут такого по кругу тоже. Но сама с собой. Доброе. Ну, тут я не знаю, три на три было. Так, ясно. Нет, так оно, если не правильно, то тут не будет вот такого, так? Тут будут все три конечки. Вот. А тут вышло, что у нас вот такая. Ну, вот. Ну, и... Ну, доброе, я разберусь. Но с собой можно отримать. Значит, как-то... Оце... Диагональка на Депанна. Что-то, оно, как-то иначе. Но именно так с собой можно отримать. Справа в том, что нам не потребно ці матриці лямбда 1 и так далее шукати. Нам достатньо матриці лямбда 0. А потім, замість того, щоб ссувати елементи матриці, ми можемо ссувати елементи до вторих. И это будет то же самое. Значит, если нам нужно... Так, а навіщо нам ці матриці лямбда 1 и так далее шукати? Щоб перемножати елементи у нормальному фазикусі. Так? Згодні? Так. Значить? А навіщо нам... Дякую за перегляд.